Я не думаю, что русские девушки как-то отличаются от других девушек в вопросах верности или неверности. Среди ДНК проекта кумыгов еще нет ни одного гена тюркского. Все кумыки, которые сдали ДНК, то есть в этом проекте, все кавказцы. Тумсо, ты как-то на стриме сказал, что тюркские народы, генетические кавказцы, но просто переняли тюркские языки. Ты не прав. Языки, на которых они говорят, передали им их тюркские азиатские предки. Ну, видишь, ты делаешь предположения, а я тебе говорю со знанием дела. Это неправда. Как раз после тех моих слов, или вот из одного, один из чатов, в котором мы говорили об этом, как раз мой, один мой хороший товарищ скинул мне некую информацию. Среди кумыгов, кумыки, как вы знаете, это народ, кавказский народ, который говорит на тюркском языке. Среди ДНК проекта кумыгов еще нет ни одного гена тюркского. Все кумыки, которые сдали ДНК, то есть в этом проекте, все кавказцы. Пока еще не обнаружен ни один ген тюркских народов, как ты говоришь, никто еще туда не ведет. Поэтому есть как бы просто версии, есть какие-то там выводы, которые сделаны из-за того, что они говорят на языке, из-за того, что какие-то там проходили мимо империи и так далее. А есть генетические данные. Эти народы, говорящие сегодня на тюркском языке, на Кавказе, это кавказцы, автохтонные. В какой-то момент, в результате каких-то исторических процессов, перенявшие язык. От того, что они говорят на этом языке, они не становятся потомками этих народов, которые когда-то там приходили на Кавказ. Поймите, что не язык определяет генетику. Среди говорящих на арабском языке есть полно африканцев. Они вообще не арабы, они генетически не арабы, поймите. Но они говорят на арабском языке. Они не стали от этого арабами в понимании генетическом. Да, из-за языка ты можешь их назвать арабами. Но посмотрите, допустим, на суданцев Магриба. И посмотрите на сирийцев. Это люди, у которых совершенно разная генетика. Так же и говорящие на английском, допустим, языке люди этого мира, они тоже не имеют какого-то каких-то... Ну, когда-то, конечно, будет у нас у всех один предок, это понятно. Где-то очень далеко. Но вот как бы в ближайшем обозримом прошлом их нет, понимаете, это разные народы. Говорящие на испанском или португальском, сегодня полно народов. Латинская Америка говорит там половина на испанском, половина на португальском. Как вы думаете, у них есть какая-то генетическая вот ближайшая связь с испанцами или португальцами? Просто немножко поразмышляйте на эту тему. Какую музейманскую страну ты бы переехал, если бы была такая возможность, думал бы об Индонезии или Малайзии, например. Ну, если между этими двумя странами выбирать, я бы, наверное, Малайзию, конечно же, выбрал. Так как она, мне кажется, более развитой, приемлемой. Ну, а так, честно говоря, я не знаю, не в моем положении думать о таких вещах, так как, когда ты являешься человеком преследуемым, ты думаешь немного о других темах. Не о благополучии там государства, не о ее развитости, а о безопасности в первую очередь. И в плане безопасности, к сожалению, ни одна из этих стран не может обеспечить. Если бы мне пришлось бы выбирать вот среди мусульманских, говоря мусульманские, я имею в виду страны, где большинство жителей это мусульмане, я не имею в виду государственные устройства, там строй. А если вот из таких стран выбирать, я, конечно, выбрал бы Турцию. Она наиболее, для таких, как я, преследуемая в России людей, она наиболее приемлемая. А если вот из именно Малайзии и Индонезии, то, конечно, Малайзия. В случае независимости Чеченской Республики Ичкерия, может ли Турция являться внешним экономическим и политическим союзником номер один? Да, конечно, конечно, может и должна. Я думаю, с Турцией у нас исторически очень хорошие и добрые отношения. И я думаю, у нас нет каких-то вопросов, притязаний друг к другу, которые могли бы нас сделать, нас какими-то врагами. Поэтому в целом, я думаю, мы будем друзьями, иншаллах, каковыми мы и являемся. Тумсо, Навальный не боялся Путина и сражался тут в России. Почему ты так против Рамзана не можешь тут бороться? Ну, наверное, я не достиг того уровня, который постиг Навальный. Наверное, это какой-то следующий этап. Как я на него перейду, может быть, тоже буду, находясь в России, сидя в тюрьме бороться. Мое мнение, что Навальный совершил глупость, вернувшись в Россию. О том, что, я думаю, не совершишь такую глупость, мог продолжать свою деятельность, сидя где-нибудь, сам себя им в руки отдал. Я бы не стал давать оценки этому, все-таки, я думаю, это было непростое решение для Навального. И раз он все обдумал, его принял, значит, он посчитал, что это правильные действия. В любом случае, это было смело, это очень самоотверженно. Я бы не стал называть это глупостью. Томсо, насколько вы согласны с мнением, что Навальный агент спецслужб, объективно говоря, ни одному человеку в России не дали бы набрать такую огромную политсилу с оппозиционными взглядами? Я считаю, это очень глупые такие заявления. Они присущи людям, которым свойственно полагать о каком-то мировом заговоре, о чем угодно. Я предпочитаю вообще с такими людьми как-то не общаться. Но ты, что бы ты им не сказал, в принципе, любую тему они сведут к какому-то заговору, к игре спецслужб, чего угодно. В итоге все придет к тому, что даже и не Россия, и не российские спецслужбы этим управляют, какие-то вообще инопланетные. Ну, в общем, просто, наверное, я бы не стал на эту тему спорить. Томсо, ты заметил, русские девушки могут стать очень верными женами, если их правильно наставлять и быть для них опорой. Проблема в том, что общество разложено, и женщины не видят выгоду в хорошем. Я не думаю, что русские девушки как-то отличаются от других девушек в вопросах верности или неверности. Это, по-моему, все зависит от человека в целом. Я не знаю, почему ты бы выделил из всего мира, женского мира, именно русских девушек. Русские девушки такие же обычные девушки, как и любые другие девушки. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова